Строили, строили и не достроили. В области активизирована борьба с самовольным строительством. В результате тотальной инвентаризации муниципальных территорий было обнаружено без малого 7,5 тысяч самостроев. О сносе многих из них уже вынесены соответствующие судебные решения. Один из примеров – частный дом в селе Старая Нелидовка Белгородского района. Чем чревато для владельцев таких объектов пренебрежение с законом, увидела Наталья Войтенко. Такую картину хозяин этого двухэтажного дома по улице Вольной в Старой Нелидовке не мог представить даже в страшном сне. Поэтому при сносе своей недостроенной крепости лично присутствовать не захотел. К таким в буквальном смысле сокрушительным последствиям привело отсутствие необходимых документов и согласований. Возведя здесь свое семейное гнездышко, белгородец руководствовался принципом минимум бумажной волокиты. Он самостоятельно выбрал понравившийся ему участок в сельской местности и взялся за дело. Но не тут-то было. В октябре 2014 года в рамках мероприятия муниципального земельного контроля было установлено незаконное освоение земельного участка гражданина. В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что им также не были получены разрешительные документы на возведение объекта незавершенного строительства. В связи с чем был инициирован иск в суд и в декабре 2014 года судебным решением были удовлетворены требования администрации о сносе этого здания. Десятидневный срок, в который владелец незаконно построенного дома, должен был его снести самостоятельно, растянулся более чем на полгода. Решение добровольно застройщикам не исполнено. Ввиду этого расходы по разборке этого объекта взяла на себя администрация Белгородского района с последующим возмещением затрат самим застройщикам. Что толкает хозяев самостроев идти по такому пути, представителям власти понять сложно. Мы сами недоумеваем, почему граждане идут на это, поскольку процедуры выдачи разрешительной документации, они строго регламентированы и не создают тех трудностей и рисков, которые влекут в самовольное строительство. А там мнимая экономия на отсутствие проектной документации, на отсутствие каких-то разрешительных процедур. Это как бомба замедленного действия, влечет потенциальную угрозу будущим пользователям этих строений. Отметим, однако, что судьба незаконных построек не всегда решается сносом. Владелец может узаконить свой статус через суд, если позволит градостроительное заключение. Но, как показывает практика, служители Фемиды далеко не всегда принимают решения в пользу нарушителей. Подобный снос был первый. Буквально на прошлую неделю, пятницу, в Старом Осколе мы сносили фундаменты. Эта работа будет постоянная, потому что размах и объемы незаконного строительства в области нашей большие. В числе незаконно построенных объектов лидируют гаражи, пристройки к частным домовладениям, а также всевозможные торговые точки. Уже установлено, что из-за нарушения норм под снос пойдут около тысячи самостроев по всей области. И такой исход дела может ожидать каждого, кто решил сэкономить на оформление разрешительных документов. Ведь не зря в народе говорят, что скупой платят дважды. Наталья Войтенко, Валерий Ларьков, Новости Мира Белогория.